я приветствую всех кто посетил мой канал сегодняшний мастер-класс будет посвящен декупажу шкатулочки из коробки от телефона я уже делала одну такую шкатулочку голубого цвета сейчас я буду делать немножко другую один из вариантов для этого первым делом конечно мы делаем ножки кому интересно оставайтесь со мной думаю дальше будет интереснее итак делаем шаблон из бумаги как делать шаблон я оставлю ссылку под этим видео декупаж шкатулки из коробки от телефона я там подробно объясняла как именно из бумаги сделать шаблон поэтому сейчас я останавливаться на этом не буду переносим шаблон на картонку вот так вот и вырезаем когда я делала в эту голубую шкатулку я использовала две картонки склеенные между собой в этот раз я делаю немножко по-другому я беру картонку вырезанную уже да и приклеивать буду обои вот такие у меня обои остались они у нее такая фактура интересно это итальянские обои я как сделала вырезала картонку внутренняя часть картонка снаружи будут вот такие обои и приклеила обои внизу вот мне захотелось чтобы они были и снаружи и вот здесь вот внизу чтобы они были одинаковые то есть по размеру видите я сажаю прямо на эти обои вот так вот получится внизу и вот так вот получится снаружи если например вы надумаете делать под золото когда мы красим черным а выделяем золотым вот такая вот фактура она очень играет такую роль очень красиво получается но у нас будет зелененький цвет салатовый шкатулки но все равно я думаю будет красиво вот то есть я использовала обои я приготовила с вечера ножки то есть картонка и обои все склеила и когда я склеивала обращая внимание я вот так сгибала чтобы обои они растянулись и сели на место на ночь я в таком вот согнутом положении я сверху положила книжки и держала ночь они у меня приклеивались вот так сохли вот на утро встала вот у них уже форма готовая то есть их осталось только приклеить и все я говорю что я приклеиваю на полимерный клейки вот он конечно универсальные написано да я хотела обратить ваше внимание если я говорю что я использую вот такой клей которыми можно клеить потолочные плинтуса багеты то есть это такой клей который не разъедает не багеты не перламутр на бусинах то есть вот именно универсальные я вот приклеиваю на него я почему обратить хотела внимание вот одна подписчица татьяна пишет какой клей вы используете ягод из по использовала клеевой пистолет когда приклеивала ну конечно клеевой пистолет он сохнет очень быстро в этом его минус и он получается вот под бусинами толстый и он остается и видно он матовый то есть уже получается неаккуратно в этом минус клеевого пистолета для таких работ когда работаете с полу бусинами нужно использовать именно вот такой универсальный клей типа титан типа вот дракон вот они такие универсальный клей и не надо использовать естественно вот такие вот клеи гелевые момент момент он разъедает и потолочный плинтуса разъедает он разъедает перламутр где-то пятнышко задели не аккуратненько всего перламутр снялся он растворяется поэтому я ведь когда делаю работы я предлагаю значит это проверено мною не раз то есть уже на основе опыта я предлагаю именно использовать такой клей или какую-то определенную там краску допустим вот теперь когда я приклею ножки на этот клей универсальный с двух сторон я буду красить коробку белой акриловой краской краску я использую вот такую эмаль полу глядцевая акриловая вот у меня фирма опти люкс любой акриловой краской белой первый слой я предпочитаю конечно красить кисточкой потому что губка она не так ложится второй слой обязательно я крашу только губкой потому что кисточка она все равно дают полосы а губка она именно ровно как-то все это вот дает не нравится если не закраситься цвет возможно я сделаю даже их три слоя губка на 2 3 слой уже она очень мало берет краски поэтому можно покрасить и в три слоя вот сейчас я приклею покрашу когда у меня краска высохнет я покажу что получилось и покажу один из вариантов украшения шкатулки шкатулка высохла теперь я буду красить ее в такой светлый зеленый цвет вот эту белую краску мне пришлось красить в три слоя потому что просвечивала как я сделала зеленую краску две столовые ложки эмали белая акриловая я добавила вот такую гуашь зеленую можно добавить колери если у вас есть и теперь мне остается только нанести в два слоя вот эту зелененькую краску и потом я покажу дальнейшие действия светлая зеленая краска высохла я решила выделить ребра более темной краской то есть я добавила в ту краску которая у меня была я добавила еще зеленый и прошлась по краям вот так вот аккуратненько губкой вот когда она досохнет я приступлю уже декупажу шкатулки вот так вот она получилась так теперь начинается самая интересная часть работы это украшение декупаж шкатулки кто играет моими полубусинами чья-то тут хитрая лапка для этого вот мне на 8 марта подарили тюльпаны с вот такой вот ленточкой именно от этой ленточки у меня возникла идея украшать шкатулку вот таким вот цветом я буду использовать ее затем буду использовать вот такой вот дырокол я сделала вот такие вот цветочки мелкие я их покрашу тоже такой светло-зелененький салатовый цвет и с помощью вот таких вот полубусин буду приклеивать серединке и делать цветочки вот как в скраббукинге затем у меня есть вот такие вот пластиковые цветочки и есть вот такие вот они без серединки и есть вот такие розочки покупала фикс прайсе я буду приклеивать вот на такой вот клей универсальный кин и буду украшать вот такими цветочками так теперь еще я сделала вот такой вот брошь это брошь она тоже немного похоже как бы вот на эту брошь только здесь я еще украсила полу бусинами точно также покрасила краской и закрепила эту краску значит без вот такая у меня получилась шкатулка вот так она выглядит спереди вот так она выглядит сверху вот не может успокоиться код вот так она выглядит сзади приклеивать начала бантик сзади клей наносила на коробочку и приклеивала вот так вот бантик одну сторону потом другую сторону и здесь вот я соединила посерединке и так как у меня осталось много я согнула бантиком и чтобы закрыть вот этот вот разрез я приклеила сюда цветочек сверху вот так получилось приклеивала двойные вот эти цветочки неодинарные которые я покрасила и полу бусинки я выбрала поменьше то есть я хотела выбрать как раз таки вот эти крупные которые у меня кот облюбовал но выбрала вот эти двойные брала одинарные они намного мельче и смотрится интереснее теперь покажу внутри что получилось здесь я на верхней крышке приклеила медальон на донышке приклеила вот такие вот полу бусины для красоты крышка закрывается плотно желательно бы конечно чтобы она открывала свободнее но нормально единственное что я терялась в раздумьях я не знала сделать ли мне вот здесь полу бусины или не надо напишите мне в комментариях если вам понравится с полу бусинами со стороны ветви дни и тогда я приклею на универсальный клей или вот эти вот может быть лучше смотрится я подумала что будет лишнее и не стала клеить ведь доклеить всегда можно вот такая получилась у меня шкатулка такая весенняя нежная кому понравилась моя работа подписывайтесь на мой канал ставьте лайк делитесь с друзьями пишите в комментариях я с удовольствием отвечу я желаю всем вам творческих успехов до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok